друзья всем привет приветствую на канале сегодня хочу готовить салат из фунчозы первонаперво что делаю здесь видите 400 грамм я в кипящую воду опускаю на три минуты ровно на три минуты ну дальше вам покажу друзья когда вода закипела я сюда предварительно добавила чайную ложку соли я запускаю нашу фунчозку ее так приминаю сейчас она обмякнет и буквально три минуты когда она такая станет мягкая и прозрачная я вытаскиваю ее вот она вся воде некоторые люди говорят залейте просто горячей водой и оставьте там на 35 минут но нет я не люблю так я люблю вот сейчас вода закипит буквально минута две-три лапшичка станет прозрачной и тогда я ее просто вытащу солью всю на дуршлаг друзья смотрите как вода закипела прошло три минуты и вот уже лапша становится более-менее мягкой то она прямо такая как проволочная где-то 20-30 секунд еще и все сливаем эту воду и промываем тщательно лапшу под холодной под холодной водой проточной друзья фунчозу промыла под проточной водой все теперь мы даем ей охладиться стечь полностью все она у нас теперь стоит а мы приступаем к приготовлению вот именно заправки для фунчоза и что нам для этого понадобится и так друзья что мне еще понадобится к фунчозе значит у меня вот есть пол килограмма порезанная типа как на бестроганов говядины 1 морковь 1 большая луковица 3 зубочка чеснока видите они крупные так свежая зелень это у меня кинзы красный перец черный перец здесь с розовой солью вот это друзья перец резанный замороженный это мои зимние запасы как говорится но если у вас свежий можно свежий и так как он у меня сладкий поэтому я взяла острый перец можно брать полу горький но еще по данным понадобится соя и растительное масло ну что ж уже я лапшу отварила она обтекает остывает и приступаем к обжарке начну я с мяса обжаривать на сковороде с добавлением растительного масла на сковороду добавила масло и опускаю наше мясо и обжариваю на довольно таки сильном огне до такой легкой золотистой корочки добавить сразу поле чуть-чуть и вот у меня тут черный перчик он с чесночком идет из розовой соли сушеным вот его можно тоже добавлять и обжариваем как я сказала далекая золотистая корочка уже готова обжаривать я его перекладываю в такую большую кастрюлю и поочередно овощи и мясо жарится поочередно мясо можно использовать любое какое вы любите любите курочку куриную грушку желудочки куриные или там стренинку или баранинку любое мясо придаст свой своеобразный вкус все у меня оно готово я его перекладываю в какого роду налила масло и опять значит положу лучок смотрите лучок я порезала четверть кольцами на 4 части разделила и постаралась как можно тоньше порезать и теперь тоже обжариваю пока лук не станет мяско и мягкий и такая легкая легкая корочка появится золотистая но не пережарить самое главное не пережарить чтобы уже не обиде смотрите лучок у нас уже готов я его тоже отправляю в ту же самую кастрюльку к мясу налила немножко масла и добавляю морковку морковку я тоже покрошила столомкой можно потереть на корейской черке можно конечно на простой ну мне кажется на простой она слишком мелковато просто я сделала вручную ну потолще ну потоньше а вы уже там как хотите хотите заморачивайтесь хотите и заморачивайтесь но я люблю вот так когда уже практически морковка готова видите она слегка уже обжарилась я сюда добавила вот эти три зубочка чеснока чтобы они только чуть-чуть охватились или зажаривать не надо можно еще добавить немножко ну вот наши приправки черный перчик соли он идет с розовым меня ну одна минута и перекладываем в кастрюлю таким же способом я добавляю красный перец перец практически готов в этот момент я добавляю красный перец даже засыпаю остатки приправки вот у меня в кастрюле все пережаренные овощи и мясо я отсюда же высыпаю зелень кинза сразу и вот смотрите лапшичкой ее бы надо разрезать чтобы она не была сильно длинная она такая длиннющая я разрезаю она уже вот стекла вся вот так и перекладываем в нашу кастрюльку немножко можно вот так разъединить ее чтобы она легче перемешивалась нам ее сейчас надо перемешать и смотрите что делаем сюда я сразу добавляю соевый соус но вот этот очень концентрированный поэтому я его немножко разведу водичкой если у вас слабый можно чисто полить вот но этот я буду разводить вот я его развела и добавляю соли здесь было мало сейчас попробую пока весь не выливает размешиваем хорошо размешиваем но так как у вас с мясом она и холодная и вкусная но желательно немножко ее как бы на плите разогреть чуть-чуть чтоб она была тепленькая потому что лапша уже остыла мы промывали холодной водой вот тщательно размешиваем это все попробовать надо вот смотрите какая она красивящая уже еще не вся промешалась конечно надо было смешивать мне в прозрачные чашки чтобы вы видели но в кастрюле мне удобно вот вот такая лапшичка сейчас попробую ее на соль что недостаточно если недостаточно можно добавить чуть-чуть еще соль и если вы любите можно добавлять рисовый уксус или яблочный немножко можно добавлять на соль супер единственное надо бы разогреть я теперь ставлю на самый медленный огонь и постоянно помешиваем разогрею ну как бы прогрею две-три минуты все все друзья посмотрите какая получилась шикарная фанчоза она такая сытная много мяса здесь можно конечно и без мяса готовить но я люблю с мясом и вот сейчас она такая горяченькая можно и холодную есть даже когда она остынет она очень очень вкусно понравилось видео вам ставьте лайки подписывайтесь и до скорых встреч пока 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 пока